За состоянием законсервированных и ликвидированных геологических скважин необходимо установить контроль. На территории региона на сегодняшний день 19 законсервированных скважин представляют потенциальную опасность. В собрании депутатов Ненинского автономного округа готовится обращение в адрес правительства Российской Федерации по решению данной проблемы. За всю историю освоения природоресурсного комплекса Российской Федерации был накоплен огромный фонд скважин, как ликвидированных, так и находящихся в консервации, горных выработок и иных сооружений, находящихся на территориях как распределённого, так и нераспределённого фонда недр. В настоящее время их техническое состояние не поддерживается надлежащим образом и представляет серьёзную потенциальную опасность для окружающей среды и населения. На территории округа у нас имеется скважина, пробуренная в период 60-х, 80-х годах. И за техническим состоянием, который практически на сегодняшний день никто не следит. И это может привести к какой-либо экологическим последствиям. Я начала изучать существующие законы Российской Федерации, которые регулируют право или предусматривают, каким образом установлен порядок контроля. И приходим к выводу, что юридически ни за кем не закреплена ответственность за состояние таких объектов. И вот поэтому мы подняли такой вопрос. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов АПК и экологии, в Ненинском округе за весь период геолого-разведочных работ пробурено более 1700 скважин. Из них в нераспределённом фонде недр по данным Федерального агентства по недропользованию числи за 194 скважины, из которых 19 являются потенциально опасными. В последний раз работы по подготовке и проведению инвентаризации скважин с составлением базы данных по скважинам выполняли в 2005 году. Аналогичная ситуация сложилась в Республике Коми. Сохранность и безопасность за состоянием скважин, которые находятся в нераспределённом фонде, это касается характерной данной проблемы и для других регионов наших соседей, где проводились работы геолого-разведочные. И поэтому мы эту проблему решили вынести на рассмотрение нашей парламентской ассоциации по северу-западу. Были проведены рабочие встречи и совещания с Департаментом природных ресурсов экологии и АПК при участии представителей Севзапнедра Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу и Печорского управления Ростехнадзора. Все стороны поддержали актуальность данной проблемы и отметили крайнюю необходимость обратиться в правительство, чтобы решить проблему на федеральном уровне. Юридически должно нести ответственность государство. Но у государства должно быть, кто конкретно должен нести ответственность. И здесь на кого возложено провести своевременный мониторинг, выявить проблемные участки, провести работу их по ремонту, восстановлению, чтобы не допустить к каким-то экологическим последствиям. Мы проводили ряд совещаний на уровне Департамента природных ресурсов. Чтобы не быть голосом, давайте я приведу, наверное, все многие помнят, Кумжинское месторождение. Проблема безопасности, экологической безопасности, она до настоящее время не решена. Что мешает, на мой взгляд, я буду говорить свою точку зрения, так как, наверное, два фактора. Первое, нет юридической ответственности на лица, и второе, отсутствие финансирования. На уровне правительства Российской Федерации нужно разработать порядок организации контроля, кто должен выполнить работу по переконсервации или выполнению ремонтных работ, и каким образом осуществляться должен технический надзор, периодичность проведения этих надзорных функций, и не просто осмотр, а именно проведение обследования технического состояния, и, безусловно, определить источник финансирования. Вот эти вопросы мы поднимаем и обращаемся к правительству Российской Федерации, чтобы разработали порядок. Именно ваше обращение к этому. Суть нашего обращения сводится к следующему. Чтобы было разработать порядок и источник финансирования. Обращение Собрания депутатов Ненецкого автономного округа будет рассмотрено на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада, и после принятия решения по существу будет направлено в правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов с просьбой провести техническое обследование скважин для предотвращения негативных явлений и увеличить объёмы финансирования на данные виды работ. Предположительно, эти работы можно провести уже в следующем году.